Лимит лимит я. Чуть не потерял твой телефон. Невероятно. А вон там какое-то озеро далеко. Тоже потрясающее. Скорость побольше. Главное не бояться. А я, если честно, боюсь немножко. Впервые я готовлю планер к взлету сам. После рокота мотора, друзья, вот эта тишина, которая просто охватила, это что-то потрясающее. Смотрите, как мы хорошо набираем. Порядка трех метров в секунду на вариометре. Я очень доволен. Я хорошо вполне взлетел. Сразу встал в поток. Мы закончили набор на высоте 2400. И у нас хорошая линия на запад. На компенсированном вариоме Д2, Д7. Ну, это нормально. Планер вообще может и по прямой набирать высоту. Под такой грядой, как говорится, сама вселенная велела. Достаточно устойчиво. Там до 4 метров забрасывает. Осреднитель 3.6. Даже на скорости 140. У нас плюсики. Приближаемся к заповеднику Верхор. Ну и давайте я вам покажу, как это выглядит снаружи. Здесь множество таких очень приятных скал. Вот наша гряда, кстати, которая помогла нам сюда добраться. Ноги, упирающиеся в Верхор, я еще не делал. Что я могу сказать по поводу планера? Ну, вот 10-й закрылок. Он прекрасно стоит. Все. Вот можно ручку отпустить. Вот он сам, сам крутит. К сожалению, нельзя успеть прям все. Вот можно было слетать по линии в Гренобль. Но тогда мы не успеем на красивые горы Снежные. Вы посмотрите, как люди живут. Вот внизу два домика и место для сбора воды. Туда идет какая-то тропа. Вот сейчас на блата вы можете наблюдать. Очень красиво. Дыра в земле, что ли. Туда вся вода сливается, которая вытекает. Я низко на планере как-то летал и даже в эту дыру заглядывал. Без Панамки нельзя летать. Можно солнечный удар получить. Места, где живут красивые шоуны на этих скалах. По своей доброте они с нами иногда летают. Но бывают периоды, когда они клюются. Видимо, когда дети у них выводятся. Наша цель вот в этой горочке. И оттуда посмотреть, сможем ли мы дойти до снега. А сам город Гренобль, вот там. Я там сегодня уже был днем. У нас есть 2,5 часа. И мы стараемся вас по самым красивым местам прокатить. Вот это облако, видите, работает. Скорость пониже. И действительно нам проходим, вспитываем энергию. Гренобль вот там за озерами. Вот даже можешь кусочек города видеть. Здесь очень красивая луга. Вообще вот эта комбинация зеленых полей. Снега иногда наверху. И скал. Она воображение потрясает. Оп. Вот и все. Взяли ботончик хороший. Я вам высуну наружу камеру, чтобы вы посмотрели не через стекло, а по-настоящему как-то красиво здесь у нас. По всем этим горам огромное количество пешеходных троп. Ходить не переходить. Мало того, всяких мотоциклетных троп. Гонять на каком-нибудь индулике. Просто потрясающе. Кто у вас нашего планера? Что я могу сказать по обработке потоков? Ну, она специфическая немножко. То есть, к каждому планеру нужно привыкать. Но он очень легкий. То есть, вот эти вот крылья, размахом 15 метров, они создают, позволяют очень легко перекладываться. Я думаю, что мне достаточно высоты. Я хочу вот на тот склон прийти. На этой горе Бью есть парапланерный старт. Скорость я держу на переходе 150. Высота моя набранная потихонечку тает. Но у меня ее достаточно. Конечно, моих студентов всегда напрягает, когда мы вот так несемся лицом в склон. Они спрашивают, Игорь, а когда же мы будем поворачивать? Игорь, а что же дальше будет? Впереди же гора. Ай-яй-яй-яй. Я говорю, да всегда мы успеем отвернуть. Мало того, запас по скорости, который мы имеем, позволяет нам всегда набрать высоту. То есть, мы ручку потянув на себя, всегда можем немножечко вверх подняться. Бесстрель медленнее. Это его и преимущество, что он сейчас как небесная лодочка такая скользит. А я, наконец-то, впервые вижу свои ноги рядом со склоном. Ну, смотрите, вот этот называется открывается вид новый. Ну, что мы увидим за склоном? Смотрите, вау! Unbelievable! Как красиво! А, друзья? До таких моментов стоит летать. Видите, как все просто. Но вот это просто, оно не сразу обретается. То есть, чтобы было так просто, нужно сначала много раз попробовать непросто. То есть, вы учитесь анализировать процессы, происходящие в атмосфере, аэрологию местности, что как работает. И тогда, через некоторое время, у вас получается вот эта самая свобода перемещаться в пространстве, в летателем аппарате, у которого нет мотора. Можно много об этой свободе рассуждать. То есть, некоторые говорят, что мы, наоборот, не свободны, что мы не летаем, когда хотим, потому что у нас нет мотора. Ну, во-первых, на этом планере можем летать, когда хотим, у нас есть мотор. А во-вторых, ну, так не может ни один моторный летательный аппарат не тратить бензина, вот так вот кататься спокойно по склонам. Мы сейчас на заправке черпаем энергию из природы. Не хочу в ту сторону дальше идти. Видите, здесь такая приятная ложечка. Прямо прет со страшной силой. Можно было бы закрутить на склон, но не хочу, это будет некрасиво. Не буду учить вас плохому. Вот этот момент подъема над вершиной, он является самым восхитительным. У нас за вершиной открывается красивейшее озеро. Мы сейчас выберем максимум, и будем делать переход. Нам надо вот в эти горы попытаться прилететь. Люблю эту скалу. Люблю еще за то, что с нее открывается очень красивый вид бывает, вот особенно, когда она еще в весне, такая более беленькая. Здесь снег достаточно долго лежит. И вот открывается вид на озеро, которое справа, вы сейчас за крылом наблюдаете. Такие потрясающие краски. Мы несемся на вершинку. За ней видны мельницы ветряные. На нас облако несется. Как красиво. Ух, подрягивает. Ого. Турбленция. Может быть, телефон был бы, если то летал бы сейчас. Сейчас я постараюсь, друзья, головой не вертеть. И вы посмотрите, как мы пересекаем это большое пространство. То есть для пепестреля это вызов. Потому что скорость 140, расход энергии достаточно большой. Качество вот на этих 140, 150, 30. У него 31 пишут. Но пишут, знаете, на заборе тоже кое-чего. Я бы расценивал это качество как 25. Может быть, 28. То есть если бы хотели бы мы экономичнее идти, мы могли идти на 120, на 110. И, естественно, эту долину пересекли бы в более экономичном режиме. Под нами склон, который работает. Видите, даже варилметр запечал. Но я думаю, что мы зайдем на вот эту скалу. Скала еще должна тоже работать. Ну, правда, ветерочек слишком боковой для вот этой конструкции всей. Поэтому будет очень высокий уровень турбулентности у этого склона. Ну, по крайней мере, здесь у нас есть энергия. Вот, и по этому либру очень удачно мы доходим до основного массива. Ветер практически параллельный будет. Но склон может еще работать за счет того, что он западный. Он сейчас освещен солнцем. И поэтому вполне может генерировать потоки. Вот этот вот лоб должен хорошо работать. Да, у нас есть энергия. Мне придется, наверное, вдоль скал походить сначала. Потому что как-то в склон закручивать мне немножко страшновато. Да, скалки, пузико, планеры щекотят. Ну, как это? Сцепить зубы, сжать яйца и стоять. Больше ничего не остается. Достаточно злой поток. Почему вышел вершиной мне надо выбраться? Потому что над вершиной как бы у нас с ветром будет проще. То есть мы будем использовать энергию, которая с двух сторон склонно идет. У нас все будет намного лучше. Берем. И солнце, в принципе, отсюда светит. Все, выбрались. И мы можем дальше по хребту теперь путешествовать уже не боясь ничего. Там, конечно, надо будет набрать. Но в целом уже хорошо все. Ветер у нас в левый борт. Сейчас где-нибудь на этих кочечках все-таки цепанем что-нибудь еще. Какой-нибудь хороший поточек. Я, конечно, может быть, рановато сунулся. Но тогда бы не было вам такого контента огня. Попробуем пройти, сколько мы можем легально пройти по экранцу. До вот этой вершинки мы точно можем пройти. Вот вам, друзья, свобода в чистом виде. Некоторые в горы пешком ходят вот такие. Забираются на вершину, чтобы посмотреть на окружающие горы и насладиться видами. Как вы видите, мы лениво в шортах сидимся спокойно. И тоже наслаждаемся этими видами. Причем можем эти виды вращать, как хотели. Заглядывать куда-нибудь. Единственное, конечно, что нету того, что ты можешь сесть, остановиться и посидеть. Чем хорош вот этот планер конкретно тем, что на шляхер я бы здесь шел не 150, а 180, а то и 200. По-своему это хорошо, а по-своему хорошо вот так неспешно. То есть я сейчас никуда не спешу, улыбаюсь, гляжу на скалы, смотрю на ветер и буду скалом ходить с левой стороны. Вон тень планера, кстати, скользит. Смотрите. Ну и идем дальше. Думали ли вы когда-нибудь, что вот так можно наступать на скалы лапами практически? Я сейчас вам пройдусь рядом с вершиной, которая нам не покорилась еще сегодня. Так-то я на дне летал уже. Но вы, по крайней мере, посмотрите, как Пепесель себя чувствует около этой скалы прекрасно. Ну и мы, кстати, 2 метра имеем. Мы сейчас попробуем немножечко здесь походить, высоту набрать. Вау! Я сам в глубоком удивлении, друзья. Вот по этой долинке течет воздух, и, соответственно, он натекает на скалу. Я сейчас еще разочек пройду рядом с ней. Уж очень красиво. Разворот я сделал такой, скажем так, немножечко халтурный. Очень мне хочется еще один проходик сделать. Рядом с такой красотой. Скорость держать надо меньше 100. Да, смотрите, тут вот он даже не водопад. Да, ну, водопада нет, но вот как все течет. Ну, друзья, как это выглядит, как эта скала на нас не бросается. Но чуть-чуть форточку открою, чтобы мы не потели. О-о-о-о! Я сам в глубоком удивлении, как нам удачно удалось выбраться на пепестрельчке в ее чистом и замутненном виде. Я надеюсь, что кадры будут соответствовать нашим затратам на них. Я не скажу, что мы сильно сейчас высоту набираем, набираем, но, по крайней мере, мы ее не теряем. При этом можем вам снимать вот это все великолепие. Невероятно. А вон там какое-то озеро далеко. Тоже потрясающее. Рядом со скалой так. Шмык. Шмык. Вау! Да. Мой коллега более лихо, чем я, пилотирует. Я тут поосторожнее себя вел. Поэтому вы можете хоть посмотреть, как летаю не только я. Что не я маньяк, на самом деле, настоящий. Есть и еще больше маньячилы. Это мне страшно уже. А вы говорили, что пестрель ничего не может. Еще как может. В умелых руках. Но это влетанность, друзья. Влетанность в аппарат и его знания. То есть вы видели на принцессе, что я вытворяю. И то меня иногда за это ругаете. Но я вам могу сказать, что вот, видите, мой коллега влетанный пестрель. Как может зажигать на нем по склону. Ой, красиво. Теперь хочется вот в эту щель пролететь. О, видите, облако немножко опустилось. Все-таки вечер уже, кромка падает. Видите, облако цепляется за вершину. И мы сейчас заснимем вам просто контент-бомба. Посмотрите. Потихонечку, полигонечку мы, болтаясь у этого склона, выбрались почти на его верх. Осталось совсем чуть-чуть. Я думаю, что это чуть-чуть мы сейчас сделаем. Видите, здесь опять удачный опоточек взял. Оп. И мы уже по факту почти на уровне вершины катаемся вместе с вот этим облаком. Видите, какая щель между двумя склончиками красивая. Я давно так красиво не летал, честно вам скажу. Просто большое везение, что нам сегодня так подфартило сюда забраться. Все. Это некий предел по высоте. В облако, конечно, не входить ни в коем случае. Потому что можно в эту же, извините, вершину ее поцеловать. Ну, вот она. Как я на подлете говорил, что эта вершина пока нам не покорилась. Но мы ее покорили. По высоте мы будем считать, что покорили, потому что мне несложно выбраться выше, только не в облаке. Я могу, конечно, сейчас ручку набрать скорость, потянуть ручку на себя и выскочить выше. Но это будет нечестно, некрасиво. Ну, почти. Почти выше. Ну, друзья, ну, смотрите, я на ветреной стороне облака. Вот. Все. Выше вершины. Мы ее покорили. Эки-ки-ки-ки-ки-ки-ки. Какая красота. И вот рядом с облаком вот так вот. Раз. Вот так вот. Два. Ой, как же это. Высота, причем, 3400 метров, друзья. 3400 метров мы набрали в этом волшебном замечательном месте. лимит лимит я фу crazy situation друзья сейчас если вы видели и наблюдали как я снимал чуть не потерял твой телефон и наверное это собственно момент который говорит о том что хоре пора идти домой ну что ж обратная дорога будет достаточно простой у нас 3300 метров в принципе до дома всего лишь 56 километров мы по прямой до дома дотягиваем без всяких проблем но можно было пройти под грядой облаков подпитаться энергией я думаю что это не обязательно а а а а Мы пересекли долину. И сейчас по вот этим холмикам, холмикам потихонечку спустимся к нашему аэродрому и землимся. Сейчас высота 2200 метров, до аэродрома 29 километров. Нам хватает вполне этой высоты. Долететь до аэродрома спокойно, ну и зайти на посадочку. Посадка будет для меня испытанием, однако. Чем хорош наш пипистрельчик, он, в принципе, видите, сам летит. Ничего делать не надо. Бросил ручку, летает. Я вижу, что над аэродромом кружат несколько планеров. Оп, да, лихо. Я даже подпрыгнул. Оп, выпустил шасси. И потихонечку снижаюсь на воздушных тормозах. Не одни мы тут прилетели приземляться. Тащат планер машиной, перегородив все поле. Кружим, друзья, в зоне ожидания. Ждем свое место на посадку. Кто-то садится на север курсом, кто-то садится на юг. Анархия. Ветер действительно слабенький, но я не хочу рисковать. По ветру я уже на этом планере приземлялся. В прошлом раз козла сделал, не понравилось. Оп, летел, 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 летел. Летим, летим, летим. Не так плохо? Не так плохо. Летим. Лайнер на парковке. Сейчас буду швартовать. Сейчас его помыл. И вот то, что вы обычно не видите, двигатель. Давайте хоть покажу. Здесь очень хороший стоит легкий винт. Ребята в Сестероне делают. E-Prop называется. И он, конечно, кардинально меняет характеристики этого летательного аппарата. Потому что винт очень легко останавливается. Чем этот мотор лучше того мотора Ванкеля, который стоит на моем дорогущем планере? Ну, тем, что он двухтактный. Чинится в любой мастерской элементарно. Стоит бушные 2000 евро. Ремонтируется еще за две. То есть можно иметь 3-4 таких мотора, летать безбедно. А самой же главной свободе этого планера, я не успеваю повторять, это минимизация бюрократии. Минимум документов. Мне было дико интересно, что на нем можно. И сегодняшний день, наверное, подтвердил, что может много. Я очень доволен. И надеюсь, что верный конь будет меня радовать и дальше. Название я ему пока не придумал. Кто придумает, удачное, может со мной полетать. Я с удовольствием вас на этой штуке покатаю. Мы еще и набираем с видом на Мотерхорн. Вот это невероятное зрелище. Вокруг ледники всякие. Мне даже слов нету. Одни буквы. Точнее, слова есть, но почему-то какие-то нецензурные лезут. А у нас же детский канал. Ну, в том смысле, что дети тоже смотрят. Вот он Мотерхорн. Мы это сделали. Долетели до него на Тауросе. Вот это все, зачет. Мотерхорн взяли. Теперь следующая задача у этого вершина. Вернуться назад. Солнышко, сказать, вершину. Смотрит. Вау. Unbelievable. Я здесь не первый раз, друзья, но вообще очень красиво. Так, и нам теперь надо в обратную сторону. Причем стараться проскочить перевал впереди. Я не помню, на какой он высоте. Скорость побольше. Главное, не бояться. А я, если честно, боюсь немножко. Надо, видите, запоминать, на самом деле, расположение перевала. Потому что я не помню, чем заканчивается вот эта гора. Есть ли там дырка или нет? Дырка есть. У, слова яйцам. Дырка есть. Ох, как же я люблю, когда есть дырка. Эки-ки-ки-ки-ки. Ха-ха-ха. Я забыл, что это не было. На этой оптимистичной ноте до новых встреч, глубокоуважаемые любители летных видов спорта. До новых позитивных роликов.